Всем привет! Я Даша. Почему на мне очелье? Вы узнаете чуть-чуть попозже, я обязательно расскажу. И эта книга посвящена моему участию в проекте Нанорайма. Что это за проект? Он направлен на то, чтобы его участники за один месяц написали 50 тысяч слов черновика своего романа. И он начинается 1 ноября и, кажется, на 1 декабря. То есть, если вы будете следовать норме, значит, о своих терминах этого проекта, я вам тоже чуть-чуть расскажу. Так вот, если вы будете следовать задумки, то у вас будет получаться по 1667 слов в день. И, значит, сам текст не нужно располагать там, вы указываете только количество символов. Причем вы можете писать, как вот, допустим, за один прием, если вы пишете не залпом, а перерывами в течение дня. Как бы в каждом перерыве можете указывать там статистику, сколько слов написали. А можете просто сами в конце дня, подведя итоги, сразу указать, что сзади написано. Диме показалось интересно, тем более, что у меня была задумка для своего произведения. Достаточно такая, как мне казалось, неплохая. И мне было интересно провести этот эксперимент над самой собой все-таки написать. В итоге у меня получилось где-то 250 страниц в формате Word. В книжном формате это будет чуть-чуть побольше, если я все правильно понимаю. В итоге мне вышло 50 тысяч 68 слов, вот так вот. И буквально сегодня, вы знаете, меня посетила еще одна идейка. Это добавит еще тысяч 10 слов. Не знаю, буду ли я ее воплощать. В общем, тут главная цель – это идти вперед, все время писать, писать, писать. Никаких правок отвлекает участника марафона. Работа на черновиком, недоктура – это все потом. А пока вот только вперед, писанина. Как я считала, мне не помешала бы дисциплина, потому что другой свой роман про Древний Египет и воскрешение древних богов я пишу уже больше 10 лет. И все никак не могу записать, поэтому дисциплина мне точно не помешает. И странно, но мне удалось за 29 дней даже это сделать, потому что 29 ноября я уже закончила. Все прошло очень гладко. Но я выяснила для себя одну важную вещь. Я пока что не могу писать действительно объемные вещи. Я за какие-то две недели, наверное, все, что мне надо было, написала. Это было где-то 35 тысяч слов на скидку. И прописала и финал, и зачин, и все остальное, все как полагается. А надо-то 50 тысяч слов. И остаток просто вот этого периода заданного я разбавляла уже существующее. Но я не добавляла воду, а добавляла политно-сюжетные ходы. Их развивала. Причем каждый раз, когда я выполняла цель дня, я ходила по квартире просто с криками, о чем я буду писать завтра. Но на следующий день я садилась, просто начинала писать то, что получалось. И оно само шло, я прекрасно все писала. И чтобы дальше вам рассказывать, я поведаю о двух терминах, которые просто случайно создала. Ну, это не какие-то новые слова, они всем известны, никому не интересны, но тем не менее озвучу. Итак, смотрите, как я уже сказала выше, чтобы написать за месяц 50 тысяч слов, в день нужно писать 1667. И когда я писала от этой цифры и выше, я говорила, что я сделала норму. Но, допустим, смотрите, если вы напишете за день не 1667, а 2000 слов, то на следующий день вы можете себе позволить написать на 400 слов меньше. Правильно я рассуждаю? Правильно. И, соответственно, когда я писала меньше 1667 слов, но при этом укладывалось там, на сайте видно, сколько слов надо написать. И не всегда это 1667. Вот. В зависимости от того, что вы сделали, на какой он у нее объем. То есть, если я все равно выполняла требуемое, я говорила, что я сделала минимум. Я надеюсь, я смогла объяснить, ну, вот эту разницу между нормой и минимумом. Так вот, я все-таки старалась делать норму каждый день, чтобы, ну, просто, чтобы побыстрее справиться с постальной задачей. И вот дней, когда я делала не норму, а минимум, всего лишь 6. 6 из 29, 6 дней я была в таком ступорле, в таком творческом кризисе, что норму просто, ну, никак у меня не получалось, но минимум я делала. И для меня это было, ну, достаточно легко. Это при том, что у меня заведомо не было четкого плана, не было четких идей. Я писала по наитию. Все идеи, которые у меня родились, они родились в процессе. Я их сначала фиксировала. Я, мне дико неудобно писать в Ворде, потому что я страдаю писательским склерозом. Я все время забываю не то, что подробности какого-то своего повествования, а даже имена главных героев забываю иногда. Я уж молчу второстепенных. Например, чему-то их имена я помню лучше. Так вот, поэтому мне их нужно записывать. В Ворде постоянно куда-то, даже если создавать закладки, мне дико неудобно возвращаться к моему справочнику по именам, городам и так далее. Поэтому я нашла одну программу, просто идеально подходящую под мои потребности и задачи. Я дико боюсь неправильно произнести, поэтому я просто оставлю логотип где-то здесь. И там очень удобно между главами переключаться. И там есть специальный раздел для того, чтобы справочник писателя ввести. Поначалу идею я писала туда. Но мне это было неудобно дико, потому что пока я переключусь между этими вкладками, это хоть и очень удобно и очень быстро делается, но как-то меня это не подоражило моё воображение и мой потенциал творческий. Позвучало сакапанно. Поэтому я просто клала перед собой бумагу листа формата А4 и туда записывала идеи, свои какие-то мысли. И как только я её воплощала в произведении, я тут же зачерпывала. Фото я вставлю. И вообще у меня в блоге есть... Я вела каждый день, писала свои впечатления. Ну не бог ведь что, но какие-то там есть что-то. Оставлю ссылку под видео, сможете полюбопытствовать. Хотя там ничего такого и нет. Я поначалу помнила слова одного знаменитого русского писателя, что чтобы быть писателем, нужно иметь чугун и зад. То есть нужно сесть и писать, 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 писать. В первый день этого проекта, то есть 1 ноября, я так и сделала. Я села и начала писать. Но я заметила, что чем дольше я вот так сидела, тем больше падала моя продуктивность, моё воображение, тем и настроение тоже падало. И в общем качество было так себе, оставляла лучше за собой. Поэтому на следующий день я вела систему 20 на 20. То есть я ставила таймер 20 минут. 20 минут писала, творила. Как только звучал таймер, я прекращала бурную деятельность и отвлекалась на какие-то другие дела. Готовка, уборка, чтение, даже просмотр сериалов, вышивка. И опять же ставила таймер. Проходя 20 минут отдыха, я снова переключаюсь на писание. Причем важно, когда звучал таймер, я писала. Если за мной болела муза, если мне шло, я не прекращала по звуку таймера писать. Я продолжала творить и заканчивала только тогда, когда я иссякала. Вот тогда я снова включала таймер, что, мол, я пошла на другие дела отвлекаться и, собственно, занималась уже другими делами. Эта система гораздо более плодотворна. Я заметила очень сильный скачок. Когда я следовала принципу «Чугунная мадам сижу», я писала гораздо меньше и гораздо хуже, чем когда я следовала системе 20 на 20. Но тут, конечно, смотрите по своим предпочтениям, по тому, как устроен ваш мозг. И обращайте на это внимание. Опять же, у меня это было 20 на 20. У вас может быть 30 на 30 или час на час даже. Или, допустим, час работы и 15 минут других каких-то отвлеченных дел. Очень важно давать мозгу, как мне кажется, отдыхать. Вот основной задачи и тогда следующий ваш скачок работы будет более продуктивным и плодотворным. Кстати, о мозге. Я прибегала не к такому большому количеству всяких фишек и заморочек, чтобы улучшить свою плодотворность. Но парочка есть. И тут мы переходим вот к этому очелью. Когда я начинала работать, я надевала очелью. И когда истекали мои пложи 20 минут, я его снимала. И когда начинался новый цикл работы, я его снова надевала. Таким образом я приучала свой мозг путем ассоциаций к тому, что надеваю очелье. Надо трудиться, сосредотачиваться, пускать воображение в ход. Снимаю, можно расслабиться. И это очень хорошо действовало. Если вы все-таки будете читать мои посты по дням по поводу участия на Нарайму, то вы там увидите пост, где, когда я надела в первый самый раз очелье, я восхищалась тем, как у меня плодотворно шла работа. Я одну главу написала буквально за час. Одна глава это как раз норма и есть 1667. Но вообще в итоге я потом разошлась, у меня глава в целом где-то 2000 слов стало получаться. Я совершенно не ожидала, но мне очень сильно помогли мои читательские дневники. То есть в ту пору, когда я написала все свое произведение от начала и до финала, но мне надо было еще до 50 тысяч слов определенный объем набрать, мне не хватало. Я не знала, как разбавлять сюжет свой, какие еще сюжетные входы добавлять. Я достала чайские дневники, просто стала листать. И читать собственные заметки. А говорю, что когда я начинала вести в свое время читательские дневники, я не планировала их использовать в таком ключе. Одна единственная, моя собственная фраза, прочитанная в читательском дневнике, вот так меня вдохновила, что я написала целую главу. Целую главу. Так что вот еще имейте вот это в виду. Это, кстати, еще один повод вести читательские дневники. И если вы будете, планируете писать что-то, то вот такую фичую запомнится для себя. Особенно, конечно, шикарно будет, если книга была посвящена той же теме, на которую вы пишете. У меня, правда, я пришел в Акадо в Ленинграде, а моя заметка, которая вдохновила меня на написание главы, посвящена была книге о жизни женщины, сосланной в 30-е годы 20-го века. Это за 10 лет до писемных событий в моей книге. О чем она, я вам чуть позже. Очень странно, но лучше всего мне писалось, когда я была в диком раздражении. То есть я просто садилась, и чуть-чуть, вы знаете, как Джим Кэрри в фильме. Молотила по калориатуре с такой силой, из меня просто такой поток мыслей шел, мощнейший. Это просто было... Все это время, что я участвовала на РМ, я была в раздражении, во время писательства только два раза, и оба раза поток был мощнейший. У меня была даже мысль специально вести меня до такого состояния, но дело в том, что в моем состоянии здоровья зависит напрямую от моих эмоций, поэтому я не рискнула ставить на свое здоровье ради книги, которая, может быть, никогда нигде не будет опубликована. Я, в принципе, к этому готова. Может быть, я правда рискнула и отошлю написанное какому-то издательству. Конечно, я очень бы хотела со Шубиной выпуститься, но это, конечно, замахнулось. Но пока не знаю, себя в сомнениях. И вообще, я живу не в Москве. Как работают издательства именитые, типа Аст или Мещерякова с провинциалами, как я? Это, я не знаю, веря без понятия. Ну, вот, даже не изучала этот вопрос еще. В принципе, почему бы и нет? Кто меня будет издавать, господи? Книга у меня жила совершенно своей жизнью. Вообще-то, это изначально задумывалось, как такой, на момент написания я еще не читала Вебера. Но вообще-то, что-то похоже на него. То есть, я планировала в повествовательной форме объяснить механику реинкарнации. Ну, я сама не заметила, как получился такой, знаете, исторический роман, громко, конечно, сказано, такое историческое произведение с ноткой мистицизма. Вот. И я, когда... В общем, когда я писала аннотацию книги, то получилось вот что. Ну, получилось слабенькое. Я держу себя надежда, что пишу книги лучше, чем аннотации к ним. Ну, в общем, слушайте. Блокадный Ленинград – это один из самых ужасающих происшествий в истории России. Умирали от ран, от болезней, от голода. Все, перенесшие этот ужасный период, невероятно страдали. Кем же надо было быть в прошлых жизнях и чего такого совершить, чтобы так воплотиться в этой? На все эти вопросы ответит книга Перо. Ну, в общем, когда я в группе, в которой общались те, кто принимает участие на Раме 2020, озвучила эту аннотацию, мне сказали, ммм, блокадный Ленинград, как котел для грешников. Интересная мысль и очень смелая. Ну, нет, на самом деле, это не что-то вроде чистилища для грешников, это совсем другое. Ну, да, какая-то нотка этого там звучит, отдается. Есть там одна грешница, очень сильная. Но все, я... Ну, все-таки я бы не сказала, что это именно как такой котел для искупления грехов, хотя, может быть, кто-то и увидит в нем в этом и именно такой посыл, но изначально я так и не задумывала. Это действительно книга о блокадном Ленинграде и описывает все ужасы, хотя я старалась быть деликатной, тактичной, и об этом рассказывать мягонько. Вначале я была очень дотошной до всяких мелочей, вплоть до того, что даже сверяла погоду, ну, в какой день была какая погода, чтобы написать это, об этом. Ну, чем дальше у меня шло, тем больше я себе позволяла погрешности в историческом плане, но не глобальные. Все-таки самое такое серьезное я, опять же, сверяла с реальной историей происходящего. В общем, где-то месяц я себе дам на то, чтобы в голове все это улеглось и даже немножечко подзабылось. Вот. А в Новом году, в январе, с новыми силами, я, опять же, ее поставлю сроку в месяц и займусь всерьез, редактурой. Поставлю себе минимум главу, а то и больше обрабатывать в день. И у меня там где-то порядка 30 глав, так что, думаю, должна успеть. Тем более, если я буду успевать по две в день, то это вообще будет замечательно. Может быть, книга, в результате уменьшится, может быть, увеличится, потому что, говорю, вот буквально сегодня, в день съемок, меня посетила одна мысль, которая несколько тысяч слов мне точно отбарит. Не знаю, буду я ее воплощать или нет, там посмотрим, прям подожду Нового года. Кстати, буквально на следующий день, когда я закончила проект, то есть 30 ноября, меня посетила идея для новой книги. Что называется, я тут с тобой понесла. Вот, в общем, я так загорелась сесть и читать, но, видимо, уже в привычку пошло. Говорят же, что 21 день, если подряд соблюдать какое-то действие, то из этого образуется привычка. А тут 29 дней. В общем, у меня было такое горячее желание писать, но я побоялась, что это перебьет тот ключ, в котором я писала эту книгу. Она называется «Пирог», кстати. Тем более, мне еще предстоит редактировать, и стало бы, если я начну писать новое что-то, то я переключусь уже в другое настроение, и это отразится на редакторе. Поэтому я записала себе идею в блокнотик, который специально выделила, и, в общем, буду ждать своего часа. Будет ли это новая нанорай, может, уже 20-21, или я после редактора «Пира» сразу приступлю к ней. Еще непонятно, но задумка уже вот здесь поселилась. Вот, наверное, пожалуй, это все, что... А, нет, вдохновение. Поначалу я думала, что мне вдохновение необходимо. Я в перерыве вот эти 27 на 20, я читала книгу о блокадном Ленинграде, документальную. Я ее вам показывала в прочитанном за ноябрь месяц 2020, и там обоговаривала, что я для вдохновения ее читала. Я слушала музыку, посвященных блокадному Ленинграду. Я смотрела документальные фильмы. Целых два. Вот. Но потом я поняла, что все-таки это немножечко замусоливает мне голову. Я перестала. Я стала читать книги, которые совершенно отвлечены от этой темы. Вот даже вот просто крапивенно читала. И это мне здорово помогало, потому что мозг не был постоянно загружен темой блокадного Ленинграда. Он отвлекался на другие темы. И это очень здорово помогало ему при следующем цикле работы, помните, Система 2020, при следующем цикле работы пахать в более полную силу. Поэтому я вам рекомендую, когда вы пишете, пытайтесь отвлекаться на книги, на фильмы, просто на прогулки. Давайте мозгу переключиться на совсем другую тему. Или, если вы не пишете, как я, историческом каком-то событии, а пишите, допустим, фэнтези. Читайте тогда книги как раз исторического плана, автобиографии какие-то, биографии. Если вы пишете, например, что-то биографии, то наоборот читайте фэнтези. Ну, так, вы поняли принцип, да? Мне, например, тут говорится каждому своё, но мне вот такие отвлечения, контраст, вот точно контрастный душ для мозга. Очень помогал, ну, прям очень сильно помогал. Но тут у каждого индивидуально. Может быть, это и не всем так поможет. Что касается того, что мне было проще всего писать? Мне проще всего было начать и проще всего было прописать финал. Сложнее мне стало, когда я прописала всю свою задумку, воплотила все свои идеи в жизнь и увидела, что, опачки, а мне объёма не хватает. Вот это была самая сложная часть. То есть первые две с половиной недели где-то я писала просто, как катилась в ледяной горке. Очень легко. А потом как по кочкам. Насколько было радости, когда достигла своей цели, я считаю, это ощущение счастья и выполненной задачи, это того стоит. Я получила удовольствие. Это, пожалуй, было всё, о чём я хотела вам сказать. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А пока, всем пока. До скорых книг.